Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода и обратимся к 24 главе. В 24 главе мы видим с вами еще один повторяющий предыдущий, но другой рассказ о заключении Завета. В нем с одной стороны нету ничего принципиально нового, а с другой стороны есть бросающиеся в глаза детали, отличающие рассказ одного автора от другого. Как это нередко бывает в пятикнижии, да и вообще в Библии, эти два рассказа принадлежат к двум разным традициям, и, к счастью для читателя, составители окончательного текста книги Исхода не сочли нужным выбирать, а включили в свой труд оба несовпадающих рассказа об одном и том же событии. Итак, вот в 24 главе мы видим, что Господь обращается к Моисею и говорит «взойди ко Господу», призывая Моисея взойти на гору Синай. Но в отличие от предыдущего рассказа, здесь с Моисеем призваны подняться на гору Синай, также Аарон и еще около 70 человек из старейшин Израилевых, 70 старейшин Израилевых. Это довольно большое число, конечно же, предполагается, соответственно, что в Израиле есть эти самые 70 старейшин, которые пользуются то ли авторитетом, то ли даже известной властью в своих кланах или племенных группах, то ли речь, быть может, идет о тех судьях, которых Моисей назначил по рекомендации своего тестя Иофор. Одним словом, вот эти люди, которые названы старейшинами Израиля. Еще раз повторю, так сказать, институциональное положение этих людей, конечно же, не ясно. Тем не менее, вот они вместе с Моисеем призваны подняться и поклониться Господу издали, поклониться Господу издали. Тоже такая достаточно важная деталь. С одной стороны, эти люди должны подняться на гору для того, чтобы приблизиться к Богу и быть свидетелями того, что будет происходить между Богом и Моисеем, а с другой стороны, они призваны поклоняться издали. Для нас это интуитивно довольно понятная деталь, а для времени, когда происходили эти события, да даже и времени, когда записывался этот рассказ, деталь говорящая, потому что поклонение разнообразным властителям происходило именно в соответствии с положением тех людей, которые приходили властелину поклониться. Мы уже говорили о том, что завет по своей форме напоминает читателю именно такой неравноправный договор между властелином и подданными. И так вот издали. Они должны поклониться, как представители народа, достаточно слабого, непочтенного в глазах властелина. Так какие-нибудь старейшины малых пустынных народов, смиренно опустив голову, толклись в дальнем конце какого-нибудь фараонного тронного зала или тронного зала хетского царя где-нибудь вот там у самого входа за спинами людей более высокопоставленных. Вот эта удаленность между теми, кто поклоняется Богу, и местом присутствия Бога очень характерна. Еще расскажу для того времени говорящую деталь. Далее. В начале 24 главы вот говорится о том, что пришел Моисей, пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос. И сказали все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Ну, во-первых, конечно, несколько поэтично звучит в этой ситуации фраза «пересказал народу все слова Господни и все законы». Потому что какие же именно законы входили в то, что реально было условиями завета, который Бог через Моисея заключает со своим народом, очень большой вопрос. И довольно много исследователей, толкователей все же склонны думать, что этими всеми словами Господними, всеми законами были 10 заповедей. 10 заповедей, ну, может быть, еще они могли быть снабжены какими-то уточнениями и истолкованиями, что на самом деле, конечно, тоже вряд ли. Вот 10 заповедей, то ядро завета. Дальше мы увидим довольно много законов, установлений, которые будут перечисляться в последующих главах, да и, только что говоря о 21, 22, 23 главах, тоже мы видели множество правил конкретных, но довольно трудно предположить, что все это мог и должен был Моисей пересказывать вслух народа. Гораздо интереснее вот что. Во-первых, народ в этом рассказе говорит, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Это, собственно, и есть заключение завета, момент, когда люди берут на себя ответственность за принятые на себя обязательства, момент, когда человек высказывает, формулирует то, что он будет участником завета и будет его исполнять. Все сделаем? Или как в аналогичной процедуре заключения завета после возвращения из плена, примерно в то время, когда эта книга и обрела окончательную форму. Вот в нашем переводе звучало все исполнимо, будем послушны. Вот такая формулировка. которая, во-первых, действительно подразумевает, что люди взяли на себя эту ответственность, обещали, обещали Богу. Поэтому, если это не происходит, если это не исполняется, это влечет за собой, конечно же, последствия, которые, ну, в общем, сами люди выбрали. Одна сторона дела. Другая. Касающаяся все того же высказывания, все сделаем и будем послушны. Во-первых, говорят-то это одни люди, а отвечать за исполнение этого обетования, этого обещания будут все последующие поколения. Так, по крайней мере, выглядит парадигма Завета Ветхого. Любого, собственно, Завета, кроме нового Завета нашего Иисуса Христа, вот любого другого Завета парадигма выглядит так. Одни говорят, да, заключают Завет, берут на себя ответственность за его исполнение, а другие люди, которые даже и не родились, и в проекте еще не существовали в тот момент, когда этот Завет заключен был, вот они точно так же разделяют эту ответственность. для древнего читателя это довольно естественная вещь. Они, как изредка выражаются, это видно даже и в славянском переводе Библии, что там человек некий находился в это время в чеслах отца своего В древности и, на самом деле, если честно, так аж до середины XIX века, то есть позапрошлого, существовал такой вполне естественно научный взгляд на то, что там все следующие поколения находятся в половых клетках предыдущего, либо в сперматозоидах, либо в яйцеклетках. Древние не знали этих терминов, по большому счету, открыл дело только Левенгук, но они очень четко представляли себе эту картину, что вот Авраам, и у него, в нем есть нечто, что будет передано, прямо физически передано Саре, у нее родится сын, у этого сына будут в нем, внутри все следующие поколения и так далее. Это не просто символическое единство, там какое-нибудь коллективное сознание, идентификация себя с группой или с племенем, на что обычно обращают внимание современные исследователи, потому что мы всегда меряем по себе. Нет, нет, это совершенно такая материальная, биологическая схема, по которой, еще раз повторю, все последующие поколения, все присутствуют в гометах основателя рода, клана, племени, и поэтому народ Божий называют семенем Авраама, поэтому именно этим словом пользуются библейские авторы. Поэтому заметим, когда христиане и мусульмане претендуют на то, чтобы тоже называться детьми Авраама, это, в общем, вызывает некоторое недоумение, потому что речь идет о совершенно физическом потомстве. Но сейчас, глядя на 24 главу, для нас важно, что именно в этой парадигме люди произносят «все сделаем и будем послушны», и таким образом все последующие поколения, рожденные и нерожденные, все, тем не менее, становятся, несмотря на то, что их еще не существует, участниками этого Завета. Это очень такая вот реальная вещь. Реальная. Когда мы говорим о вступлении людей в Завет Новый, который Бог заключает лично с каждым через Господа Иисуса Христа, тогда уместны вопросы, скажем, «может ли вступить в Завет с Богом во Христе бессмысленный младенец?» Ну, совсем крошечный, мало что понимающий. Ну и христианские толкователи обычно тут вьются о кивуш на сковородке для того, чтобы обосновать ту точку зрения, которая характерна для их контекста. Одни, что можно так делать, другие, что нельзя так делать. Но вот в парадигме Ветхого Завета сам вопрос не возникает, не имеет значения, что будущие участники Завета подвергаются процедуре обрезания в восьмой день по рождению, когда они еще чрезвычайно малы. И это здесь не важно. Это в Новом Завете будет важно. А тут Завет заключается со всеми, без исключения, потомками тех, кто вот говорит «Все исполним и будем послушны». Это довольно важное на самом деле отличие. И еще тоже, понимаете, об этом надо помнить, когда мы читаем разнообразные исторические книги или мета-исторические книги Ветхого Завета, где нередко повествования о событиях переплетены, и на раз самопричудливым образом, переплетены с осмыслением этих событий, и где действительно с одной стороны все поступают по-своему, каждый, так сказать, сам за себя, а с другой стороны все вместе разделяют ответственность за Завет. Почему, скажем, условно, нарушают Завет с Богом одни люди, а разнообразные кары и бедствия за это предательство, да, падают на головы всего народа без исключения. Вот потому, что существует некоторая общность, совместность в этом заключении Завета, совместность. Насколько она всерьез возможна, это другой разговор. Теперь еще одно, тоже чрезвычайно важное для читателя слово, и написал Моисей все слова Господни. Написал здесь и чуть дальше, вот будет говориться о том, что возникает запись Откровения. В одном месте вот здесь Моисей записал все слова Господни, а восемью стихами далее, в двенадцатом стихе Господь уже сам дает Моисею каменные скрижали, на которых его перстом начертаны закон и заповеди, которые Бог написал для научения израильтян. Итак, происхождение собственно записи здесь разное, в этом случае Моисей в другом сам Бог это делает, но важно, что появляется писанный текст и снова для исследователей и толкователей все-таки маловероятным кажется, что Моисей в самом деле полностью записывает все пяти книжи или даже шести книжи, как иногда называют Тору, плюс еще книгу Иисуса Новина. Вот, в конце концов, для того, чтобы создать такую объемную пространную запись, потребовалось бы слишком много материалов, которых, вероятно, в пустыне было, если и было, то совсем немного. Тем не менее, вот существует некоторая запись, как в заветах царей с покоренными племенами. Существует знак, там, на скале где-нибудь или в какой-нибудь иной форме, чаще все же в форме памятника, знак того, что существует завет и заповеди, эти требования завета, вот они зафиксированы. и, соответственно, запись этих слов господних, это, если хотите, подтверждение того, что Израиль согласился на исполнение этих заповедей. Вот именно такой порядок для современных читателей логичнее было бы немножко по-другому. сначала записать, дать, прочитать, а потом высказать согласие и готовность исполнить. Здесь не так это делается. Сначала завет осуществляется в устной форме, и потом вот становится письменным. И дальше следующий этап заключения завета это жертва, которую по приказанию Моисея юноши из сынов Израилевых приносят заколая тельцов и частью крови окропляется жертвенник как своего рода символ, знак присутствия Бога или место присутствия Бога. в данном случае этот жертвенник. Ну, а второй половиной этой жертвенной крови окропляется народ. Окропляется народ, и здесь уже Моисей зачитывает книгу завета, и этой кровью завета окропляет народ в знак заключения договора. Вот вот кровь завета, который Господь заключил с вами. Кровь, потому что завет с Богом это дело жизни и смерти. Оно касается именно вопроса самого главного, ключевого, основного, первостепенного выживания. Кровь завета, кровь, потому что если кровь есть, то есть жизнь, кровь некое вместилище жизни по представлениям этих древних людей, и, соответственно, вот окропление жертвенника и народа делает Бога и этих людей участниками одной общей единой жизни, и, соответственно, вот это поэтому называют кровь завета, кровь завета. Ну и дальше рассказчик сообщает нам, что поднялись Моисею, Аарон и другие Надав, Авиут и семьдесят старейшин и увидели место стояния Бога Израилева. Место, где вот подножие ног его, место присутствия. Напомним, что согласно требованиям завета Бога изображать нельзя, потому что он не принадлежит к этому миру и ни во что не вмещается и ничему не подобен. Изображение запрещены, потому что это могло бы быть воспринято как некоторая попытка изобразить Бога, а изобразить Бога невозможно. Но рассказчик говорит здесь о том, что они видели то место, где пребывает Бог Израилев. Хотя при очень большом желании текст оригинала можно прочитать, как то, что они видели Бога Израилева. Ну, в этом случае, наверное, речь должна идти, конечно, о Вестнике Божьем столпе огненном, столпе огненном, облачном. Важно, что один из первых таких моментов, когда рассказчик пытается описать, что же именно они видели. Под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. Вот, то есть, они видят собственно не Бога, а что-то под ним, как сапфир прозрачное, ясное и сияющее. Вероятно, это можно было бы как-то изобразить, но автор подчеркивает, что смысла нету, потому что это нечто под ногами Бога, но ни в коем случае не он сам. И дальше, когда рассказчик продолжает об этом свидетельствовать, он говорит о том, что Бог не простер руки своей на сынов Израилевых, а на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога и ели и пили, то есть, видели то место, где прибывает Бог, вот это вот сияющее, как чистый сапфир, как небо, что-то такое невероятно красивое, яркое, синее, сияние, обозначающее то место, где повевает Бог, и при этом не погибли, не простер Бог руки своей на сынов Израилевых. Это особая специальная милость, которая становится возможной потому, что завет уже заключен. Теперь следующий фрагмент говорит о том, что это Бог дает Моисею некую запись. «Взойди ко мне на гору, будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы заповеди». и на этих скрижалях каменных, как предполагается, очевидно, совершенно должны быть записаны те законы и заповеди, которые, собственно, мы и знаем как «десять заповедей». постепенно этот рассказ трансформируется в представлениях израильтян в идею о том, что Бог дает Израилю через Моисея три торы, три разные вещи. Вот эти заповеди, в которых, как они предполагали, записана вся, собственно, письменная тора, закон Бога, все откровения, которые в Синайском Завете есть. Вторая, которую Моисей должен оставить тайной и которую Моисей, как утверждали фарисеи, втихаря передал в устной форме некоторым своим ученикам, некоторым, далеко не всем. Это то, что потом будет называться устная тора, вторая тора, которая содержит, как предполагается, уточнение, конкретизация, разъяснение. То есть имеется в виду, что вот в этих скрижалях, которые Бог дает Моисею, там написаны некие общие принципы, а как их исполнять, это там не написано. И многие вопросы остаются без рассмотрения. Ну, в самом деле, если мы возьмем те, скажем, десять, примерно, девять веков между исходом и пленом, то, конечно же, многие вещи становятся совершенно неактуальными и устаревают, появляются другие, новые, и разница между тем, что в законе написано, и тем, как устроена жизнь, она совершенно очевидна, естественно, и объяснима. И вот оказывается, что этот ветхий закон, эти старые скрижали, которые так или иначе соотнесены с Синайским заветом, вот они уже не отвечают на актуальные вопросы. Возникает устная тора, нечто похожее, но говорящие уже гораздо предметнее и специальнее о том, как нужно соблюдать письменную тору. Иудеи верят, по крайней мере, фарисеи и книжники верят, что для того, чтобы получить от Бога спасение, быть участниками ветхого завета в полной мере, участниками Синайского завета, необходимо исполнить этот закон и необходимо, чтобы это исполнение закона было свойственно не меньше, чем двум третям народа божьего. Вот учить этому необходимо людей, но учат они не письменной торе, которую здесь Бог дает Моисею, а устной, которую он передал им из уст в уста через Моисея и собственно говоря, к моменту заключения Нового завета она еще толком записана не была и часть того, что входило в устную тору, потом вошло в более поздние иудейские тексты. Вот такая вот несколько путанная конечно ситуация и для того, чтобы сделать ее еще более запутанной, здесь необходимо вспомнить, что согласно преданию иудейскому Бог дал на самом деле там Моисею не две торы, а три. Ну, или по крайней мере третья, она где-то на фоне маячит, подразумевается это тора мессии. Тора, то есть закон окончательный, который полностью объединяет в себе вот весь завет и устный, и письменный, и ковер будет дан через мессию Христа. Когда придет мессия, он даст настоящий окончательный подлинный закон. Помните однажды, да и не однажды, наверное, иудеи обращают внимание на то, что Господь Иисус учит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И дело не в том, что у него там какой-нибудь особенно самоуверенный вид, и он там щеки раздувает, прости Господи, а в том дело, что он именно говорит, как тот, кто объединяет устную и письменную тору, и суть откровения Божьего Тору Мессии. Вот что значит учить как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Еще раз повторю, вот вся эта традиция расширяющаяся и детализирующая, она берет начало вот из этого момента. Бог дает скрижали. Бог дает скрижали на каменные, на которых написано. И соответственно, здесь в этой части рассказа говорится о том, что Моисей должен один подняться, а если там у людей будут какие-нибудь проблемы и задачи, которые нужно было бы Моисею решать, вот у них есть Аарон и Ор. И вот слава Господне осеняет гору, на которую поднимается Моисей. И вид славы Господней как огонь поедающий перед глазами сынов израильевых. И на этой горе Моисей находится 40 дней и 40 ночей. Вот такой момент, про который рассказчик в общем понимает, что это трудно, что это может оказаться источником большого смущения для израильтян. То, что Моисей ушел, поднялся и вот так долго отсутствует. Здесь на самом деле в каком-то смысле прекращается сюжет, прерывается для того, чтобы восстановиться дальше через несколько глав. Следующие главы будут посвящены совершенно другой проблематике. Вот здесь рассказчик обозначает, что Моисей ушел в огонь поедающий и непонятно что с ним и как и Аарон остается собственно заместителем своего брата для того, чтобы исполнять его обязанности. ВОЛНИТЕЛЬНОМ ВОЛНИТЕЛЬНОМ не ГРОСТОВ ВОЛНИТЕЛЬНОМ ВОЛНИТЕЛЬНОМ Продолжение следует...